Всем тихой ночи! В мире SCP есть такая штука, как лаборатория Прометея. Она занималась тем, что создавала аномальные технологии, которые продавала другим организациям. До тех пор, пока внутри нее не произошло неизвестное событие, превратившее тайные лаборатории в руины. Один из вариантов ее истории связан со смоляным убежищем, о чем уже было видео, так что в этом ролике мы посмотрим на самые интересные вещи, найденные агентами SCP в разрушенных и заброшенных коридорах кабинетах лаборатории уже после аварии. Когда по неизвестной причине Прометей прекратил свою работу, большую часть предметов, хранившихся в этой организации, смог захватить фонд SCP, который сразу после неведомого события направил несколько МОК для захвата аномальных предметов, созданных лабораторией. Во время зачистки главного корпуса Прометея в металлургическом цеху МОК нашли странный сплав, который поглощал телепатические волны и блокировал экстрасенсорные способности. В документах, найденных в том же помещении, было указано, что этот сплав называется Телекилл, и предполагалось, что он будет продаваться всем организациям мира SCP. Точнее говоря, первые партии уже были отправлены заказчикам, так что предметы, созданные из этого сплава, можно найти у многих организаций аномального мира. Все найденное было доставлено в хранилище под номером SCP-148, но в отличие от большинства других объектов, фонд не стал просто хранить сплав как объект, а начал активно использовать для самых разных целей, например, для строительства камер содержания, различных оборонительных сооружений и создания брони. Впрочем, безопасность этого металла для человека под большим вопросом, потому что со временем стало понятно, что тот, кто постоянно контактирует с Телекилл, постепенно теряет различные навыки, по большей части связанные с общением и взаимодействием с другими людьми. За восемь недель работы с металлом, подопытные полностью теряли возможность говорить и перестали понимать концепт сообщения как таковую. Кроме того, сплав время от времени менял массу и объем, так что для строительства его использовать оказалось крайне неудобно. В итоге фонд стал использовать Телекилл только для того, чтобы сооружать камеры для заключения самых опасных экстрасенсов и псиоников, способности которых не удается блокировать другим способом. Эта находка была далеко не единственной. В том же главном корпусе находилось устройство, оказавшееся телепортом. Однако оно, судя по всему, не было доведено до ума, потому что если при его помощи телепортировать предмет, он появится на новом месте, но будет иметь скорость, равную скорости вращения Земли вокруг своей оси. То есть телепортированный предмет не просто появляется на новом месте, а улетает на восток с огромной скоростью. Бесполезную машину поставили в камеру содержания номера SCP-1290 и больше к ней не возвращались. Разбирая завалы в разрушенной части главного корпуса, сотрудники фонда нашли еще одну похожую машину, но она не телепортировала, а открывала порталованные измерения. Эта находка особенно заинтересовала руководство SCP, и после серии экспериментов удалось создать постоянный переход в параллельную реальность, куда, конечно же, сразу отправились бойцы Мокдзета-9 кротокрысы. По ту сторону оказался мир, похожий на наш, однако в нем не нашлось живых людей, только их мумифицированные останки. Один из трупов был вынесен из того мира и исследован. И результаты удивили ученых настолько, что ему был присвоен номер SCP-2591. Дело в том, что мумифицированный человек фактически был жив, и после недолгой реабилитации и медицинской помощи даже смог заговорить. В общем, что-то достаточно страшное произошло в том мире. Да и мир этот сам по себе нашел чем удивить. Найденные в нем люди и обстановка сильно напоминали одну из недописанных итальянских опер. Причем этот мир как бы застыл на том моменте, где автор забросил свое произведение. Похоже на какой-то тонкий патофизический прикол, если вы понимаете о чем я. В подвалах разрушенных лабораторий бойцы Мокдзета-9 нашли компьютер из начала 90-х фирмы Крей. Агенты сразу определили, что этот компьютер аномальный, и его эффект оказался в том, что при запуске любой ресурсоемкой программы вокруг него возникает пузырь искажения течения времени. И это искажение существенно ускоряет время. В результате чего для стороннего наблюдателя все программы выполняются практически моментально. При этом какого-то предела ускорения времени так и не обнаружилось после серии экспериментов. Фонд SCPI оценил объект как достаточно опасный. Ведь кто знает, как он там может повлиять на пространственно-временной континуум. В одном эксперименте ученые запустили на нем программу с бесконечным циклом. И компьютер начал излучать огромное количество тепла и радиации перед тем, как выключиться, что имело катастрофические последствия и привело к значительным разрушениям жертвам. Теперь этот объект от SCP-155. Он стоит в своей камере содержания и никто его не трогает. Агенты фонда продолжили продвигаться вглубь разрушенных лабораторий и нашли еще много чего интересного. Например, в биологическом крыле искусственная кровь, клетки которой не умирают и не разрушаются. Теперь это SCP-534. Судя по описаниям, это изобретение должно было совершить прорыв в медицине. Но из-за того, что эти клетки крови получились очень большими, оно оказалось бесполезным. Там же было найдено странное вещество, подписанное как сыворотка супергероя. Ее изучение показало, что она состоит из неизвестных науки белков и химических соединений. Так что, конечно же, классу D предстояло испытать на себе ее эффекты. И эффекты эти оказались интересные. Все подопытные во время испытания препарата стали существенно более сильными и подвижными. А кроме того, они стали лучше справляться с интеллектуальными задачами. При этом менялся и характер человека. Каждый, кто попадал под действие сыворотки супергероя, приобретал сильное стремление соревноваться с другими людьми и всячески показывать свое превосходство во всевозможных состязаниях. Персонал класса D, подвергшийся воздействию объекта, в какой-то момент даже начал соперничать с учеными фонда в том, кто лучше сможет интерпретировать результаты экспериментов. Эта штука теперь лежит в фонде в качестве объекта номер 1853. В местном отделе меметики была найдена меметическая сущность, способная существенно улучшить память человека. Она, кстати, фонда особенно не понравилась, потому что способна противостоять всем методам стирания памяти фонда. А фонд любит стирать память. Однажды случилось такое событие, что эта меметическая угроза проникла во внешний мир, и люди, жившие вокруг, вспомнили о том, как видели различные SCP-объекты. Так что фонду пришлось срочно изобретать уникальный амнезиак, работающий против эффектов объекта. Теперь это SCP-868, особо охраняемый объект, ведь его утечка может привести к тому, что люди, которым фонд стер память, вспомнят все, что они видели. А это самое страшное. Чтобы не стать жертвой этой и других меметических угроз, вы можете приобрести плакат, предупреждающий о них по ссылке в описании. Очень помогает. Кроме этих объектов, на руинах было найдено множество документов, из которых фонд SCP узнал о разных учреждениях, связанных с лабораториями. Когда агенты SCP приехали на один из адресов из бумаг, там они увидели просторный зал с огромными стеклянными сосудами, в каждом из которых плавал человек. Жидкость, в которую были погружены люди, обладала выраженными аномальными свойствами. Оказалось, что если в нее поместить человека, тот сразу впадает в глубокую кому, а затем начинается неизвестный биологический процесс, в результате которого от организма подопытного отделяются его точные копии. Эти клоны при извлечении из резервуара со временем приходят в себя, но несмотря на внешнее сходство с человеком, по сути являются биороботами, способными выполнять только простейшие задачи. Их лаборатории Прометеи использовали для тяжелой работы и в качестве участников экспериментов. Фонд перевез все эти находки в зону 23, в камеру номера SCP-1610. Среди документов сотрудники фонда нашли еще один адрес. Приехав куда, они нашли целый подземный комплекс, скрытый в пустыне Саха на глубине в 50 метров. В этом комплексе, помимо всего прочего, находились огромные устройства, производящие существ, похожие тем же путем, как и предыдущий объект. Но теперь эти люди могли не только выполнять простейшие указания, но и пользоваться оружием и вообще воевать. В какой-то момент эти гуманоиды начали координироваться между собой для того, чтобы изгонять сотрудников фонда SCP с подземного комплекса. Так что вокруг входа был построен военизированный участок номер 28, где несколько мог постоянно сдерживают волны нападающих существ. Сам комплекс теперь называется SCP-1637. Такие вот вещи есть в мире SCP, созданные лабораторией Прометея. Всем пока!